Здравствуйте! В эфире новости на CBC в студии Медина Гурбанова и в начале коротко о главных событиях к этому часу. Центр избирком Азербайджана принял решение об утверждении протокола об итогах парламентских выборов. Документ будет представлен в Конституционный суд для утверждения итогов голосования. В Азербайджане начался 2024-2025 учебный год. В нынешнем учебном году по стране в первые классы приняты 132 261 ребенок. Дошкольные подготовительные группы 98 тысяч. Агентство наземного транспорта Азербайджана открыло регулярный автомобильный маршрут. В Акуху-Ходжалы-Ханкин-Дешуша первым рейсом на свободенном территории отправились студенты Карабахского университета. Начнем с того, что Центральная избирательная комиссия приняла решение об утверждении протокола об общих итогах голосования в связи с проведенными 1 сентября внеочередными выборами в парламент и представлении его в Конституционный суд для утверждения итогов. На сегодняшнем заседании председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что согласно избирательному кодексу комиссия должна завершить процесс проверки и подведения итогов выборов не позднее, чем за 20 дней до дня голосования. За этот период ЦИК изучил поступившие жалобы и принял соответствующие решения. Всего на этих выборах результаты голосования по 46 участкам были признаны недействительными. Из них три признаны недействительными окружными избирательными комиссиями, 43 – Центральной избирательной комиссии. Избирательные комиссии 35 избирательных участков по 17 округам распущены. Сегодня в Азербайджане начался новый учебный год. Первый урок в школах был посвящен теме «Солидарность своими зеленого мира». В этом году по республике в первые классы поступили более 132 тысяч детей. В образовательных учреждениях, подчиненных управлению образования города Бако, общее число учеников составит более 513,5 тысяч человек. В 2024-2025 учебном периоде в школах будут работать 29 тысяч учителей. В детских садах – 4830 воспитателей. Всего по республике функционируют 698 образовательных учреждений, из которых 342 дошкольные, 327 общеобразовательные, 3 спецшколы, 5 вечерние, 12 интернаты и 9 внешкольные учреждения. Свои двери для учащихся открывают школы и вузы по всей стране, в том числе и на освобожденных территориях. Учебные заведения в Ханкенди, Шуше, Физули и не только полностью готовы к учебному году и уже встретили своих первоклассников и первокурсников. Азербайджанка – страна, полностью восстановившая суверенитет и территориальную целостность, с особой радостью приняла учеников в школах на освобожденных территориях. Реконструированное здание полной средней школы номер один. Рассчитано на 960 ученических мест и состоит из 40 классов на 24 ученика каждый. В новом учебном году к обучению в школе приступили 113 школьников, которым будут преподавать 18 учителей. Для удобства учащихся выделены специальные транспортные средства, которые будут доставлять их в учебное заведение. «32 года назад я преподавала в этой школе математику. Сегодня прекрасный день. Исконные земли Азербайджана освобождены, и мои внуки пошли в школу в Шуше. Этим мы обязаны нашим воевавшим героям. Я горжусь, что мы снова на этих землях. И поздравляю всех с Днём Знаний». «Слава Богу, что спустя 32 года мы можем получать образование в Шуше, в школе номер один. Это действительно очень вдохновляет и воодушевляет. Земля пухом нашим героям и здоровье солдатам, сражавшимся за территориальную целостность Азербайджана». На отведённом для школы участке площадью 1 гектар завершено строительство футбольной площадки и необходимых вспомогательных построек. Учащиеся школы будут получать образование по самым передовым стандартам. Как заявил министр науки и образования имен Амрулаев, сегодняшний День Знаний носит исторический характер. Первый звонок в Шуше прозвучал впервые за 32 года. «День Знаний – особо ценный праздник для Азербайджана. Впервые мы справляем этот день на территории всей страны. Проекты зданий школ на освобождённых территориях были представлены одним из первых. Далее состоится открытие школы в Ходжалы. Также в этом году планируется сдача в эксплуатацию школы в Джибраиле, Кельбаджаре и селе Сус Лачинского района». Наряду с этим продолжается строительство школ на остальных освобождённых территориях, а также среднеобразовательных учреждений в Шуше и Физули. Реальные школы в Шуше – издание факультета туризма, относящегося к Карабахскому университету. Учебный год в Карабахском университете начнётся 23 сентября. Статус студента новообразованного вуза в этом году получили 1200 студентов. Там будет преподавать 150 педагогов. «Заброшенные учебные заведения на освобождённых от оккупации территориях, долгие годы находившиеся в руинах, теперь отстроены заново и сегодня распахнули двери для школьников. Радостные детские голоса в этот день возвестили не только о начале нового учебного года, но и о том, что сюда навсегда вернулась жизнь. Отныне здесь, спустя 32 года, будет получать образование новое поколение ходжалинцев». В этом году за парты среднеобразовательной школы номер один в городе Ходжау сели чуть более 50 школьников. Местимость школы – 132 ученика. Спустя долгие годы азербайджанские города, которые некогда были под оккупацией, вновь возвращаются к прежней жизни со своими истинными хозяевами. «Я ждала этот день с нетерпением долгие месяцы, долгие годы. Каждый азербайджанец ждал, когда на этих землях вновь прозвучит первый звонок, когда сюда вновь вернутся азербайджанцы. Многие учителя, которые десятилетия назад преподавали здесь, к сожалению, не дожили до этого дня. И даже многие ученики погибли на войне. Но, думаю, их души спокойны. Они видят, что на эти земли вернулись их истинные хозяева». Школа в Ходжалы, как и все остальные на освобожденных территориях, отвечает современным стандартам. Общеобразовательные учреждения уже функционируют и в других городах и селах Карабаха. Жаля Гусейнова, Эллада Мамедова, Эльнур Гаджиев, Наиб Гаджиев, Си-Би-Си. Агентство наземного транспорта Азербайджана запустило регулярный автобусный маршрут Бако, Ходжалы, Ханкенди, Шуша. Первым рейсом на освобожденные территории отправились и студенты Карабахского университета, у которых начался учебный год. Первый рейсовый автобус, следующий по маршруту Баку, Ходжалы, Ханкенди, Шуша, выехал из столицы рано утром. Все билеты на него были куплены. Автобусные рейсы в города Карабах открываются в рамках программы «Великое возвращение». В числе первых пассажиров – студенты Карабахского университета. В Ханкенди стартует учебный год. Я студент второго курса. До этого учился в экономическом университете. Я горд тем, что перевелся в Карабахский университет и стану его выпускником. Надеюсь, что все студенты моего университета успешно закончат обучение и останутся работать на освобожденных территориях. Я студент финансового факультета Карабахского университета. Мы очень рады, что едем в Ханкенди, где сможем получить образование. Позавчера я купил билет на сайте. Сделать это было легко и просто. Первый рейс был запущен по инициативе агентства наземного транспорта Азербайджана. Его председатель Анна Грзаев заявил, что рейсы будут регулярными, как и в другие районы страны. Агентство также наградило одного из студентов Карабахского университета как первого пассажира этого рейса. Сегодня для нас всех очень особенный день, так как после десятилетий впервые мы отправляем первый автобус в направлении Ходжалы и Ханкенди. Регулярные рейсы в этом направлении начинают работать с сегодняшнего дня. И мы сегодня с большой гордостью отправляем наших первых пассажиров в путь. Нужно отметить, что это совпадение, возможно, очень счастливое совпадение, что первым пассажиром нашего автобуса является студент Карабахского университета. Мы сегодня будем его награждать с этим знаменательным событием, чтобы у него тоже осталась память. Хочу отметить, что рейсы будут работать на каждодневной основе, и билеты можно будет покупать только в онлайн-формате на портале «Билеты МАЗ». Автобусы будут отправляться из Бакинского автовокзального комплекса. Купить билет можно на сайте «Билеты МАЗ». Стоимость поездки из Баку в Шушу составит 14,8 моната. В Ханкинди – 14,2 моната. В Ходжалы – 13,9 моната. Агентство напоминает гражданам о необходимости получения разрешения для поезда к по новому маршруту в соответствии с правилами въезда на освобождённые от оккупации территории. Микаэл Таутиев, Абухаят Джафарова, Висал Олегперов, Сибиси. К другим темам. 2 марта 2024 года на Анталийском дипломатическом форуме глава МИД России Сергей Лавров выступил с резкими заявлениями, фактически констатировав обвал отношений с Арменией. По его словам, армянское руководство сознательно выбрало путь на ухудшение связей с Россией, сделав ставку на сотрудничество с внерегиональными игроками, такими как США и ЕС. В условиях нарастающей напряжённости между двумя странами взаимные обвинения становятся всё более жёсткими. Однако возникает вопрос, действительно ли мы стали свидетелями серьёзного дипломатического кризиса между Россией и Арменией, или за громкими заявлениями скрываются другие, более прагматичные интересы, продолжающие укреплять эти связи. Экономические данные показывают, что несмотря на публичные конфликты, сотрудничество между Москвой и Ереваном развивается динамично, что вызывает сомнения в реальной глубине разногласий. Тему продолжим с гостем на прямой связи с нашей студией. Политолог Архан Набеев. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Если мы видим, что экономические показатели доказывают растущую связь России с Арменией, почему, на ваш взгляд, западные страны, которые активно вводят санкции против той же России, предпочитают не замечать тот факт, что связи между Ереваном и Москвой только укрепляются? Ну, начнем с того, что тут есть несколько факторов. Первый фактор – это то, что можно Юпитеру, то нельзя быкнуть. Потому что в этом случае для западных стран, для западных институтов, Армия является неким таким Юпитером, которым можно делать многое, которое нельзя делать ни Грузии, ни Азербайджану, ни Среднеазиатским странам, ни таким странам, как странам Восточной Европы, другим постсоветским и постсоциалистическим странам. То есть Армения имеет такую особо важную роль из-за того, что, во-первых, ее использовали все, начиная со времен Первой мировой войны. Ее использовали против Османской империи. Ее использовали против Российской империи. То же самое против Советского Союза. И еще, когда Советский Союз разваливался, начали использовать против Азербайджана. Даже в советское время местонахождение Армении, нахождение республики Армении находится между Азербайджаном и Турцией. То есть это является клином, географическим клином на пути тюркского пояса, который начинается с Истамбула, с Восточной Европы и заканчивается на границах Китая. То есть Армения является каким-то негармонизирующим фактором, который мог бы усилить интеграцию сюркских стран. И это использовали, ее использовали всегда, и она всегда была страной, которая вообще таким объектом для использования. И на данный момент она является точкой, где Запад и Россия пытаются как-то договориться. Они не конкурируют, они пытаются договориться. Даже в Стамбуле, когда были встречи представителей Запада и России, мы говорим о периоде после того, как Россия вторглась в Украину, после 22 года, 24 февраля, они, когда между этими странами, между этими сторонами не осталось никаких тем для коммуникации, у них всегда была тема для обсуждения, это была Армения. То есть Армения – это такая страна, что ее всегда используют, она получает по башке, и из-за этого я всегда по башке делаю, что из-за нас вы проиграли, из-за нас вы не добились своего, так скажем, исторического, исторической справедливости. Поэтому мы, как Франция, как Европейский Союз, как демократическая администрация США, будем закрывать глаза на ваше сотрудничество и с Ираном, и с Российской Федерацией. Вот учитывая сложившиеся обстоятельства, если Армения действительно поддерживает и Запад, и Россия, каких действий можно ожидать от Еревана, не усилит ли такая поддержка реваншистские настроения? Отнюдь, я думаю, что это сыграет обратную, даст обратный эффект, это усилит разрыв внутри армянского общества, потому что мы понимаем, что партия Польшиняна, она прозападная, проевропейская, и в последнее время риторика и настрой народа, на которую влияла вот эта риторика Польшиняна, она настроила народную массу на прозападный вектор. Но если сейчас Польшинян сделает камбэк в смысле, если повернется обратно в сторону России, то произойдет очень большой диссонанс с обществом, и этот диссонанс может привести к кончине Польшиняновского власти. Или же наоборот, Россия начнет требовать взамены тому, что поддерживала Армению, тому, что в Армении усилился ВВП двухзначными числами, и в принципе это тоже может разорвать экономику Армении, потому что Россия скажет, что если вы под конец решили все же открывать Зангельсурский коридор под влиянием Запада, а не под влиянием России, если вы хотите отдать этот коридор западным наблюдателям, западным пограничникам, тогда, извините, но не будет никакого роста ВВП в двухзначных числах и товарооборота. И это тоже может повлиять очень негативно на Армению. Армения на данный момент находится в положении шпагата, они это называют диверсификацией внешней политики, но это никакая не диверсификация, это просто желание усесться не на двух, а уже на четырех стульях, а это никак невозможно. Это можно разорвать эту страну полностью. Все эти процессы реализации. К слову, в западных странах относятся к Армении как к пострадавшей стране, которую обязательно нужно спасти. Так вот, от чего пытаются спасти Армению? От мира в регионе или все-таки истинные цели? Западные страны пытаются в первую очередь спасти себя и свои геополитические цели, и поэтому используют Армению, и используют эту риторику спасения Армении. Во-первых, очень много экспертов и вообще данные показывают, что к 2030 году Турция достигнет своего пика развития, и Турция станет региональной, огромной региональной державой. И, в принципе, Турция может расшатать весь устрой Европейского союза. Многие страны Восточной Европы, Южной Европы, у балканских стран начнут строить очень крепкие отношения с Турцией, и это может просто развалить то единство, которое собралось вокруг Брюсселя. И поэтому такие страны, как Франция, стараются помешать развитию Турции и всегда ставят такие подводные камни, как Греция, как Кипрская проблема и Армянская проблема. Это долгое время было то, что не случилось в 1915 году. Дальше это давление по открытию границ. Дальше 30 лет этот процесс педалировался заморожением Карабахского конфликта. И на данный момент, когда Азербайджан и Турция вышли в финишную прямую, стараются сделать максимум, чтобы Армения не позволила объединиться Турцией и Азербайджаном. Это вот такая политика со стороны Брюсселя. И они это говорят, что из-за того, что в 1915 году вы пострадали из-за нас, мы вам пообещали независимую страну, мы вам пообещали по сербовскому договору оторвать вас от Османской империи, но это не получилось, извините нас. Мы вам поможем, если Советский Союз развалится. После развала Советского Союза они 30 лет помогали политике оккупации Армении, и этого не стало. Сейчас они максимум стараются, чтобы Армения не предоставила коридор Азербайджана и Турции. Ну что ж, большое спасибо, что подключались к нам и ответили на наши вопросы. Я отмечу, на прямой связи с нашей студией был политолог Рухан Набиев. А мы продолжаем. Экологическая повестка давно заняла центральное место во многих сферах жизни человека, экологичный транспорт, производство и многое другое. О том, как под экологические тенденции подстраивается строительство целых голардов, узнаем в материале Абухая Джафаровой. Глобальный тренд 21 века, урбанистика, твердит, что отныне городу недостаточно быть просто красивым. Он должен быть компактным, функциональным, экологически устойчивым, отвечающим современным технологическим требованиям и потребностям своих жителей. Для того, чтобы увидеть такое место своими глазами, мы прибыли в один из самых престижных и урбанистически прогрессивных районов Баку, в Белый город. Много ли вы знаете примеров перехода из абсолютно черного в Белое? А ведь это реально в Азербайджане. На месте некогда промышленного центра Баку, так называемого черного города, пропитанного запахом нефтью и копотью, воздвигнут памятник приверженности прогрессу и экологической сознательности – Белый город. Вместо заводов с дымящими трубами здесь построены комфортные для жизни жилые кварталы, разбиты зеленые парки. Правда, на улицах Белого города все еще можно найти следы недалекого прошлого, но лишь в качестве памяти о нефтяной истории Баку. Было много сомнений в том, что территория будет полностью очищена, но загрязнение спас от проникновения на большую глубину, на большую глубину, глинистый слой, который проходил на глубине 7-8 метров. Этот слой как раз и остановил проникновение нефти в почву дальше. И когда проходила очистка экологическая, было вычищено все, то есть загрязненные территории, все нефтяные остатки были вычищены абсолютно до цвета белой глины. В целом Белый город – это такой современный, с одной стороны, современный урбанистический проект, с другой стороны, он основывается на традициях, на приверженности Азербайджана к национальному колориту, к национальным ценностям. В частности, вот здесь есть площадь Карабахских скакунов. Карабахские скакуны – это символ Азербайджана, это как раз стремление, такое вечное движение к развитию. И поэтому здесь Белый город, который поделен на 10 кварталов, каждый из которых имеет свою особую концепцию, имеет свою изюминку, скажем. И поэтому в Белом городе каждый может найти то, что ему близко, может найти именно тот стиль жизни, который ему подходит. Создание современного города требует привлечения как человеческих, временных, так и финансовых ресурсов. И порой самым сложным этапом этого увлекательного процесса становится первый шаг, а именно проектирование. Это должна быть такая комплексная теоретическая разработка на основе, кстати говоря, изнурительных семинаров, когда архитекторы, которые не совсем согласны с друг другом, собираются вместе, собираются с ними их коллеги-инженеры, экономисты и так далее. После долгих дебатов все приходят к определенному консенсусу. И вот на основе этого консенсуса, на основе этих рекомендаций уже можно переходить на следующий этап проектирования. Перед Азербайджаном не только в контексте Баку, но и в масштабах всей страны, включая освобожденные территории, вопрос грамотного проектирования новых городов стоит особенно остро. И здесь, в отличие от столицы, упор делается на создание крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, способных возродить экономическую жизнь того или иного региона. Вначале не архитекторы должны давать предложения и градостроители, а экономисты, социологи. То есть все те специальности, которые связаны с одним вопросом. Это как в кино. То есть должна быть режиссура, сценарий тех мест. А что там будет происходить? Какая жизнь? Какая работа? Какой бизнес? Как это все связано будет между собой транспортной взаимосвязи? То есть транспортная логистика, общее назначение и так далее. Помимо насущных вопросов логистики и обеспечения рабочих мест, особое внимание при проектировании городов уделяется эстетическому наполнению общественного пространства. И с этой задачей прекрасно справились проектировщики Белого города. Здесь, на каждой улице, можно встретить объекты современного искусства. Это не просто, скажем, какие-то скульптуры или произведения, которые расположены на территории Белого города. Каждый из них имеет свою концепцию, каждый из них имеет какую-то свою мысль. В частности, вот известное произведение Джозефа Клебанского «Мыслитель» отражает как раз-таки раздумья человека в век информационных технологий, раздумья об экологии, о будущем. И не случайно именно это произведение располагается перед зданием КОП-29, перед офисом КОП-29, который как раз-таки призван решать важные вопросы, объединять людей для того, чтобы решать важные вопросы, которые сегодня беспокоят, волнуют все человечество. Еще одним экологическим аспектом является то, что здания на этом проекте, офисные здания, они сертифицированы как зеленые здания по Убриам. Они пытаются максимально снизить использование природных ресурсов, они устанавливают специальные датчики, они сохраняют воду, они установили солнечные панели, которые генерируют солнечный свет. Тем образом, они пытаются меньше использовать электроэнергию. Даже растения выбираются так тщательно, чтобы они были не капризны, чтобы они могли жить без определенного дополнительного ухода. Согласно генеральному плану Белого города, по завершении проекта рабочими местами будут обеспечены 240 тысяч человек. Общая площадь застройки заставит 15 миллионов квадратных километров. Город увеличит протяженность существующей бульварной линии еще на 10 километров, превратив его в самый длинный бульвар в мире. Помимо этого, с целью разгружения дорог в Баку планируется создание системы водного общественного транспорта. Новый прибрежный квартал с развлекательными комплексами и широкой зеленой полосой станет частью бульварной линии, которая протянется вдоль моря через всю столицу. Как вы видите, Белый город продолжает отстраиваться, становясь все сложнее и масштабнее. Находясь здесь, можно заглянуть на несколько лет вперед и увидеть то будущее, к которому стремится страна, сделавшая выбор в пользу экологической сознательности. Проекты «Зеленые энергетики» и укрепляющие энергетическое сотрудничество обсудили в столице Кыргызстана. Министры энергетики Организации тюркских государств в четвертый раз встретились в Бишкеке. Четкие стратегические взгляды и решительная политика глав государств, направленная на достижение больших успехов путем защиты богатых природных ресурсов, энергетических и транспортных коридоров и большого потенциала стран укрепили статус организации. Такое мнение высказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахпазов, выступая на четвертой встрече глав энерговедомств в столице Кыргызстана. В этой связи обсуждал значение Карабахской декларации, принятой на неформальном саммите организации в Шуше. Министр оценил энергетическое сотрудничество как стратегическую основу отношений между тюркскими государствами. Энергетический союз Азербайджана и Турции обеспечивает энергобезопасность многих стран. В прошлом году и за 8 месяцев этого года по нефти и газопроводам в Турцию и на мировые рынки был поставлен 41 миллион тонн нефти и 37 миллиардов кубометров газа. Соглашение о транспортировке 2 миллионов тонн казахстанской нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан и постепенное увеличение этих объемов является доказательством объединяющей роли Азербайджана между Центральной Азией, Турцией и Европой. Наше энергетическое сотрудничество не только развивается по восходящей, но в то же время даёт импульс реализации новых проектов и инициатив регионального значения. В этом контексте министр Шахбазов отметил проекты зелёных энергетических коридоров. Каспий, Чёрное море, Европа, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан, Турция, Европа. Инициативы превратят тюкские государства в страны, играющие важную роль в поставках экологически чистой энергии и энергоперехода в Евразии. Эти коридоры призваны стать единой зелёной энергетической платформой, обеспечивая экспорт в Европу через Азербайджан и Турцию, добавил министр. «В ближайшее время планируется подписать межправительственное соглашение о стратегическом партнёрстве в области развития и передачи зелёной энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. В повестке дня стоит сотрудничество в области возобновляемой энергетики с Кыргызстаном. Проведение инвестформа по энергетическому переходу для стран Центральной Азии в рамках КОП-29 станет ещё одной возможностью для нашего сотрудничества ради целей зелёной энергетики». Глава энергетического ведомства сообщил, что товароборот Азербайджана со странами-членами и наблюдателями организации в прошлом году превысил 9 миллиардов долларов. Азербайджан инвестировал в эти государства 20 миллиардов 300 миллионов долларов, в то время как государство ОТГ вложили в Азербайджан свыше 18 миллиардов долларов. По итогам обсуждений было подписано совместное коммунике. В документе выражается поддержка созданию Координационного комитета по энергетике ОТГ, Регионального центра технологий и зелёных инициатив, а также коридоров зелёной энергетики. Отражена готовность тюркских государств принять активное участие в Дне энергетики, который пройдёт в Баку 15 ноября в рамках КОП-29. Самира Рзаева, CBC. Азербайджан и Пакистан изучают возможность создания совместной торгово-промышленной палаты. Об этом говорилось на прошедшем в Баку Азербайджано-пакистанском бизнес-форуме. Все подробности в следующем сюжете. Активно ведётся работа над открытием Азербайджанского торгового дома в Пакистане. Заместитель министра экономики Самет Баширли, выступая на Азербайджано-пакистанском бизнес-форуме в Баку, заявил, что две братские страны также рассматривают вопрос о создании совместной торгово-промышленной палаты. Совместная декларация о стратегическом партнёрстве между Азербайджаном и Пакистаном, подписанная в 2015 году, внесла значительный вклад в долгосрочное развитие отношений между нашими странами. Огромный неиспользованный потенциал для взаимодействия имеет не нефтяная промышленность, особенно сферы туризма, фармацевтики и транспорта. 11 июля текущего года в ходе государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан состоялись переговоры на высшем уровне. Было подписано 15 соглашений, охватывающих широкий спектр сфер, включая экономическое, культурное, научное и технологическое сотрудничество. В экономику Азербайджана активно включились пакистанские компании. Замминистр почекнул возможности сотрудничества между двумя странами, как нефтяном, так и нефтяном секторах, а также высокий потенциал в проектах космической отрасли, гидрометеорологии и смягчении последствий изменения климата. По состоянию на 8 августа в Азербайджане зарегистрировано 3706 пакистанских компаний, работающих в таких секторах, как транспорт, строительство, торговля и услуги. Из них в настоящее время активны 3304. Благодаря нашим усилиям экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном будет ещё больше углубляться. Мы особенно заинтересованы в инвестировании в нефтегазовый сектор Пакистана и в разработку ресурсов драгоценных металлов. Энергетический сектор считается ключевым направлением. В свою очередь, федеральный министр торговли Пакистана Джавад Пол высоко оценил подписанные ранее соглашения о транзитной и провинциальной торговле между Бакуей и Исламабадом. Считаю, что данное соглашение – это значимый момент в истории нашего сотрудничества. Они придают дополнительный импульс развитию торгового партнёрства между нашими братскими странами. Соглашения сделают рынки более доступными для экспортеров, импортеров, перевозчиков и инвесторов. От этого выиграют не только наши страны, но и регион в целом. По словам пакистанского министра, форум является важной инициативой, призванной объединить предпринимателей из различных секторов с обеих сторон. К слову, в прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном составил 27 миллионов долларов. Имеется большой потенциал для ещё большего развития взаимной торговли. Сошлись во мнении участники форума. Самира Рзаева, Сабина Мурадова, Рзафатахов, CBC. Телеканал CBC посвятил цикл документальных фильмов современной политики Франции. Одна из картин из этого цикла «Макрон, олимпийский чемпион провалов» рассказывает о том, почему именно он стал главой французского государства. Телеканал CBC подготовил документальный фильм «Макрон, олимпийский чемпион провалов». Кинолента повествует о провальной политике Эммануэля Макрона, одиозного политика, не оправдавшего надежд французского народа. Макрон, возглавив Пятую республику, попал в просаг. Внешняя политика Франции развивается с негативной динамикой. Изнутри страну сотрясают забастовки, а в бывших колониях всё громче звучит голос освободительного движения. Макрон же зачастую в угоду армянскому лобби продолжает принимать непопулярные решения. Французский лидер сталкивается с критикой за непоследовательную внешнюю политику, сложное отношение с Африкой и колониальное наследие, влияние финансовых интересов на его карьеру, проблемы с миграцией и беженцами, угнетение свободы слова во Франции, политику в отношении Южного Кавказа, а также стремление к укреплению своего имиджа на международной арене. В фильме, снятом телеканалом CBC, эксперты отмечают, что нынешний президент Франции часто совершает необдуманные шаги, приводящие в итоге к совершенно не к тем результатам, на которые, возможно, кто-то изначально рассчитывал. Если описать одним словом внешнюю политику под началом Эммануэля Макрона, я бы выбрал слово «непоследовательность». Его политика абсолютно неустойчива. Раньше в правительстве были люди, которые смыслили в политике и которые имели большой опыт за плечами. И мы прекрасно понимаем, что все эти люди им всем чего-то недостает. Недостает самого главного для роли управленца – видение. Нужно иметь перспективу – видение. Шарль де Голь обладал видением. Жак Ширак тоже имел свое видение. Но, к сожалению, вот уже на протяжении 15 лет, начиная с правления Саркази, Оланда, а позже и Макрона, у управленцев нет того самого видения перспектив для Франции. Документальная лента проливает свет на многие события во Франции в период президентства Эммануэля Макрона как доказательство полного фиаско его правления. Автор фильма Евдокия Москвина рассказывает о французском лидере, о его жизни и основных этапах его правления. Эммануэль Макрон родился 21 декабря 1977 года в маленьком городке Амьен на севере Франции в семье врачей. Воспитывался бабушкой, пока в возрасте 22 лет не уехал в Париж. В престижную школу «Сиан-Спо», что переводится как «Наука о мире». После чего карьера молодого экономиста летит вверх. Он поступает на должность инспектора в Министерстве экономики Франции. Именно на этой должности он знакомится с главными медиамагнатами и журналистами ведущих французских СМИ. И именно это спустя несколько лет помогло Макрону обрести колоссальную популярность и пиар в медиа. Его в шутку так и назвали в 2017 году «кандидат от журналистов». Но самая загадочная веха в истории Макрона – работа в банке «Ротсчайлд», где Макрон занимался реструктуризацией долгов, слияниями и поглощениями и получил прозвище «Моцартфинансов» после того, как заработал для банкиров более 2,9 миллионов евро. Похоже, работая в банке, Макрон оказался в центре деловых интриг, усвоив кодовые слова и выражения мира, в котором карьера во многом определяется тем, что ты попал в правильную элитную группу людей. На дворе 2024 год мы находимся в самом центре Парижа, в районе Морей, и президент Эммануэль Макрон уже 7 лет находится у власти во Франции. При этом мы до сих пор не понимаем, как он пришел к власти, потому что еще в ноябре 2016-го о нем никто ничего не знал. Он из ниоткуда появился в декабре на арене и к маю же выиграл выборы. Да, французы голосовали против фронт-национали, против Марины Лепена. Они отдали голоса Макрону, чтобы Лепен и националисты не пришли к власти. Но также есть версия о том, что Эммануэль Макрон был блестящей политтехнологией. Это молодой мужчина, красив, хорош собой, женат на женщине 63 лет. То есть его фигура отвечала интересам двух основных частей и самых активных избирателей. Это молодые люди до 40 лет и женщины в активном возрасте 60+. И таким образом Макрон пришел к власти. Создатели фильма попытались раскрыть суть жестокой колониальной политики Парижа. Франция, как одна из крупнейших колониальных держав в мире, имеет за спиной долгую историю колониализма, полную трагических событий и протестов против угнетения и эксплуатации. Все это привело к возникновению волнений и восстаний, направленных против колониального режима. Одним из ярких примеров является Мали, где в последние годы происходят политические и военные изменения. В киноленте эксперты затрагивают все эти ужасные события. Колонизация, начавшаяся Францией в 16 веке, привела к грабежу ресурсов, культурному угнетению и насилию над местным населением. Восточные и африканские колонии Парижа столкнулись с систематическими нарушениями прав человека, массовыми убийствами, принудительным трудом и прочими формами эксплуатации. В конце 19 века Европа обрела могущество и отправилась завоевывать мир. И вот, колонизация. Мы намеревались колонизировать Африку. Но со временем, с течением времени и истории, с работорговлей, с рабством, а затем с серьезными трудностями, с которыми столкнулась Африка, в конце концов произошло постепенное отторжение Франции. Затем при таких президентах, как Джак Ширак, были заключены соглашения, на важные отношения между континентом и страной. Вот только сегодня с Эммануэлем Макроном это уже не так. Франция никогда не брала на себя ответственность за колониальное лидерство. Она никогда не смотрела в лицо своей же истории. У чернокожих детей и детей магрибского происхождения никогда не было своего места в этой стране. Макрон заставил всех поверить, что если бы не Франция, то Новая Каледония бы уже давно погибла. Но на самом деле, если бы не мы, Новая Каледония зачахла бы, а не благодаря Франции. Вот она, реальность. Они ничего полезного для этого не сделали. Это благодаря нашим островам Франция получила титул второй морской державы. Вот она, правда. Знаете, а я ведь ему аплодировал, когда в 2017 году он принял участие в президентских выборах. Эксперты напоминают, что Эммануэль Макрон в ходе своей первой избирательной кампании заявлял, что колонизация – это преступление против человечества. Но после избрания на пост президента Франции он обо всем этом забыл. Потому совершенно неудивительно, что Франция больше не имеет веса на международной арене. На сегодняшний день она просто перестала существовать на политическом уровне. Подтверждение тому – постепенное исчезновение французского языка. Раньше французский язык был языком дипломатии, позже его заменил английский. Сегодня на французском говорят все меньше и меньше людей. Весьма иронично, что место, где на французском говорят лучше и больше всего – это Африка. Макрон знает, что у него нет ни малейшего шанса остаться на третий срок. Поэтому, по мнению экспертов, вся его политика направлена на создание и укрепление своего имиджа на уровне Евросоюза. Может быть, именно мечта стать частью европейского парламента толкает Эммануэля на принятие крайне непопулярных среди французов законов и решений, плохо сказывающихся на экономике страны. Пренебрежение к собственному народу и его нуждам, уничтожение частной агрикультуры, непопулярная пенсионная реформа, официальный рост бедности. Макрон запомнится Франции как один из самых неудачных кандидатов на посту президента Пятой Республики. Фильм «Макрон. Олимпийский чемпион провалов» создан под непосредственным руководством генерального директора телеканала Сибиси Вугара Халилова. Пиариду Немалиева, Сибиси. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с телеканалом Сибиси. Слушайте нас на Сибиси-ФМ. Всего вам доброго и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»